Через официальный сайт Сбербанка я зашла в систему Сбербанк Онлайн, как мне показывали в отделении банка. Зайти в свой личный кабинет на сайте Сбербанка Кристина Бирагова решила в первый раз в жизни. И теперь, вероятно, в последний. Хотя сначала ничего не вызывало подозрений, разве что постоянно выдаваемая ошибка в приводе логина и пароля. После нескольких неудачных попыток на мобильный телефон девушке позвонили, представились службой безопасности Сбербанка. Там у вас сформировались платежные операции. Чтобы эти операции вам отменить, вам необходимо ввести пароль, переменный код, одноразовый пароль, который вам придет с номера 900. Это обычный номер, с которого приходят все СМС от Сбербанка. И вам необходимо будет ввести этот пароль. Что девушка и сделала. И буквально спустя пару минут на ее телефон стали приходить СМС-сообщения о списании денег. 92, 46, 94 тысячи. Мошенники перевели все деньги сразу с двух карт. Потерпевшая сразу ринулась в банк. Там посоветовали написать заявление в центральный московский офис. Пока там разбираются, Кристина уже, кажется, и сама поняла, что стала жертвой мошенников. Как действует схема, есть на многих сайтах в интернете. Суть схемы сводится к следующему. Чтобы получить доступ к вашему личному кабинету, используются вирусы, троянские программы, сайты-двойники и так далее. Но чтобы выполнить платеж, необходимо еще узнать одноразовый пароль, который приходит на телефон в виде СМС-сообщения. Такие схемы до недавнего времени процветали только в центральных районах страны. В Благовещенском же УВД такое заявление первое. Злоумышленнику в случае поимки грозит уголовное наказание по статье «Мошенничество или кража». Но чтобы найти его, нужно время. В настоящее время по данному факту проводится проверка. То есть сейчас сотрудниками полиции направлены в необходимые места запросы с целью установления местонахождения абонента. Проводятся другие мероприятия. И вот по результатам проверки уже будут приниматься решения. А пока Кристина живет надеждой вернуть деньги, всем остальным продвинутым благовещенцам, которые любят проводить операцию через интернет, стоит помнить. Служба безопасности Сбербанка никогда не звонит клиентам. И уж тем более не просит ввести какие-либо коды. Такие махинации проводят только злоумышленники.